Добрый день! Меня зовут Сергей Востриков и я рад приветствовать вас на пятом уроке видеокурса по разработке приложений для битрикс24. Сегодня мы займемся разработкой приложение третьего типа. Что отличает такое приложение от приложений второго типа? Самое главное это приложение, которое может самостоятельно взаимодействовать с битрикс24 без непосредственного участия пользователя. Оно просто вызывает методы ReStApp'е от имени пользователя, который, говоря условно, разрешил приложению действовать на портале битрикс24 от своего имени и со своими правами. Именно поэтому приложение третьего типа требует реализации явной авторизации по протоколу со сложно произносимым названием OAUT 2.0. И именно поэтому такое приложение не имеет пользовательского интерфейса внутри портала. Пользователь живет сам по себе, а приложение с его правами само по себе. Настало время погрузиться в вопрос реализации OAUT 2.0. Это открытый протокол авторизации, который позволяет предоставить третьей стороне ограниченный доступ к защищенным ресурсам пользователя без необходимости передавать ей логин и пароль. Протокол очень распространен и используется огромным количеством сервисов по всему миру. Работает это следующим образом. Пользователь, запустив приложение, переходит в портал Bittrex24, сообщая порталу, что он авторизован, вводит свой логин и пароль. Поскольку вызов идет от имени приложения, то к вызову добавляется идентификатор ClientID. В ответ сервер передает пользователю, а через него и приложению, первый авторизационный код Code. Этот код приложения уже скрыт от пользователя передает обратно порталу, присоединяя к нему свой секретный ключ ClientSecret. Приложение таким образом подтверждает, что оно то самое приложение, которое известно порталу и которое может с ним работать. В ответ портал сообщает два параметра. AccessToken – параметр, который, собственно, требуется для доступа к авторизации, и RefreshToken – токен, который требуется для протления авторизации уже независимо от пользователя. Встает вопрос, откуда нам взять ClientID и ClientSecret? А узнать их для конкретного приложения мы можем сразу после сохранения анкеты, публикации приложения. Остается только их применить. Продемонстрируем на примере, как может выглядеть авторизация приложения третьего типа. Речь сейчас пойдет о коде, который будет запускаться не внутри фрейма портала, а сам по себе на стороннем URL. Итак, исходя из описания процедуры авторизации, сначала мы спрашиваем у пользователя, к какому именно порталу он хочет дать доступ нашему приложению. Поэтому здесь, на нулевом, так сказать, шаге, мы выводим поле для ввода адреса. Соответственно, на первом шаге наше приложение пройдет те самые процедуры обмена ключами и токенами, а на втором шаге, когда процесс авторизации будет завершен, мы сможем воспользоваться функциями Restap, как и раньше, и вывести в приложение данные текущего пользователя. Погрузимся в код. Сначала мы определяемся с адресом портала. Либо этот адрес мы получаем из нашей же формы ниже, когда мы спрашивали адрес порталу пользователя, либо в дальнейшем адрес портала приходит нам из Bitrix24. В зависимости от того, прислали Bitrix24 нам параметр код или еще нет, мы определяемся с тем, на каком шаге авторизации мы сейчас находимся. Далее, как и раньше, мы создаем экземпляр класса Bitrix24, задаем уже известные нам параметры типа секретного кода приложения и так далее, и в зависимости от текущего шага делаем разные телодвижения. На первом шаге, то есть когда пользователь уже сообщил нам адрес портала, мы пробуем получить от Bitrix24 код авторизации, вызывая для этого метод requestCode. Как вы видите, это очень простой метод, который просто формирует URL с параметрами авторизации и делает на него редирект. Поскольку, помимо прочего, мы передали еще один параметр Redirect и URI с указанием ссылки на наше приложение, а кроме того, адрес приложения был указан в настройках при публикации на портале, то как только Bitrix24 получит от пользователя разрешение на доступ нашего приложения к данным пользовательского портала, браузер будет перенаправлен обратно на наше приложение, но уже с параметром код. Получается, что снова вызывается наш индекс PHP, но теперь, поскольку он вызывается с параметром код, мы понимаем, что речь идет про шаг номер два. Тогда мы добавляем этот код в соответствующее свойство нашего экземпляра класса Bitrix24, а затем вызываем метод requestAccessToken, который должен нам вернуть всю пачку необходимых для дальнейшей авторизации токенов. Как он это делает? Да так же, как делал и метод получения кода авторизации, формирует соответствующий URL, передавая ему соответствующие параметры. Вместо пути OAuthAuthorize URL обращается к адресу OAuthToken и получает нужный нам accessToken и так далее. Мы смело втыкаем эти данные в соответствующие свойства нашего экземпляра Bitrix24 и используем этот класс, как и раньше, для того, чтобы воспользоваться его возможностями по вызову функции RESTAPI, обращаясь к уже известным нам классом оберткам вроде Bitrix24User. Давайте посмотрим, как это чудесно будет работать. Для начала удалим предыдущую версию приложения из нашего портала и добавим новую, не забыв указать опцию «Приложение использует только API», поскольку наше приложение будет работать вне портала Bitrix24. Подключим права доступа к пользователям портала и укажем путь к нашему приложению. Процедуры обстановки в данном случае у нас никакой нет. После сохранения приложения возьмем новый код и ключ приложения и вставим их в соответствующие константы в файле Tools.php. Открываем наше приложение и указываем адрес портала. Если в этот момент мы еще не были авторизованы на портале, то нам предложат авторизоваться, дав таким образом разрешение приложению на использование нашей авторизации для доступа к порталу. В конечном итоге сработает редирект на наше приложение, который получит нужные токены и выведет информацию о текущем пользователе, а заодно те самые данные авторизации.